Так выглядит вход в один из подъездов в дом номер 4 в переулке подстанции. Окна над дверью нет, жильцы жалуются на проблемы с внутренними коммуникациями. Зданию уже полвека, сколько лет трубам неизвестно, но их регулярно прорывает. Среди местных жителей ходят слухи, что дом вот-вот признают аварийным. В городской администрации говорят, что никаких предпосылок для этого нет. Это обычный пятиэтажный дом. Никогда вопросов о каких-то конструктивных моментах, о несоответствии конструктива здания не возникало. Этот дом не признан аварийным. Вот так было выбор. Светлана Полунина показывает уровень воды во время проливных дождей, которые прошли этим летом. Дом находится в низине. Чтобы избежать затопления, возле него прокладывают ливневку. Так же, как квартиру неуместно продавать, если отклеились обои и изгнили оконные рамы, дом положено чинить, если целы несущие конструкции. Здесь начали утеплять фасад. Два года назад отремонтировали кровлю, заменили систему отопления. В доме же считают, что земля в самом центре может заинтересовать какого-нибудь застройщика. Тогда взамен они получат новое жилье из расчета метр к метру. Только источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что в новом доме история может повториться через 5 или 10 лет. Сегодня задолженность жильцов перед поставщиками тепла, воды и электричества около 4 миллионов рублей. За сравнительно небольшой промежуток времени здесь сменилось сразу несколько управляющих компаний. Не платят. Из-за них мы страдаем. Иногда нам выключают либо газ, либо свет. Бывает так даже. Мы потом по предположению поняли, что те, которые не платильщики, раскидывают на нас на всех. Дом, бывшее общежитие. Если электросчетчик есть в каждой квартире, то учет расхода воды ведется по общедомовому прибору. Те, кто платят, считают, что к неплательщикам нужно применять жесткие меры. Рядом пятиэтажка, у которой есть управляющая компания. Дом в переулке подстанции и общежитие по улице Краснодарской выставлены на тендер для управляющих компаний. Также жители вправе организовать товарищество собственников жилья. Деньги на замену коммуникаций можно взять из фонда капитального ремонта. Правда, для этого, опять же, нужно регулярно платить взносы. Большая часть комнат здесь приватизирована. По закону, сохранность общедомового имущества, коллективная ответственность собственников.